приветствую вас две новости одна из киева дрова с москвы с какой начинать мы начнем из киевской андрей ермак дал большое интервью украинской правде рассказал очень много и сказал самое главное это действительно правильно на сегодняшний момент вести переговоры с фашистской путинской россией можно только так как сейчас ведет украина методом наступления на территорию российской федерации некоторые правда говорят что это была хитрая уловка когда говорили про переговоры иначе наступление может быть в любом случае да действительно украинская армия сработала очень эффективно и на сегодняшний момент но с москвой паника колоссальны ну начнем с того что многие очень уважаемые люди сейчас отправили своих родственников за границу причем с такой скоростью что вам они горю брал чартеры самолет то есть они ждут проблем уже в москве да да понятное дело что они могут себе это позволить все-таки работают кремле но такого массового исхода ну скажем а так сложно даже было представить не не переживайте их мобилизовать никто не будет они это происходило знает так что все эти разговоры то не убежали потому что сейчас путин объявит мобилизации то умоляю вас попробуйте его мобилизовать а то обстоятельства что они действительно сейчас массово своих начали отправлять это факт это подтверждение да москве очень сильно испугались до смерти испугались мать и слишком долго им рассказывали что это не может быть уж понимаете что даже если кто-то решну будешь понимание того что на у территорию россии никогда дабы мы ждут они тут с работы так что да действительно по ним москве колоссально но понятное дело что официально пропадали все хорошо все замечательно украинская ну вообще по большому счету украинском молчит не его официально пропаганда молчит генштаб ничего не комментирует как будто событий нет да есть конечно все это этих военных корреспондент они там сокрыт ну это же понимать к ситуации то отдельное мнение да на сегодняшний момент я скажу так чтобы четко оценить что там происходит вы не сможете одна сторона заявляет одно другое третье четвертого все что угодно вы сейчас ляжете спать но посмотрите мое видео ляжете стать проснет хап корск уже украинский прапор педнял а так что событие действительно набирает интересный оборот но понятное дело что действительно украинская армия подготовилась к этой операции и вы сказать американское оружие но оружие понятное дело американское солдаты наши естественно вообще по большому счету это действительно такой правильный ход но это новая фаза войны давайте очень долго очень долго россия расслаблялась типа но она воюет нет воевать можно и другой ну да то она захватила часть территории украины что мешает украинцы захватить часть территории россии вообще время войны это довольно частое явление не удивляйтесь когда одна сторона захватывает ну территорию другую а потом а вот потом уже действительно можно начинать переговоры вообще истории знает массу массу случаев когда во время войны узнаете так взаимно позахватывали потом сели на стол переговоры и нафиг мы это все делали все выходим на границу и всем как бы расходимся да такие случаи были причем довольно часто по этой причине абсолютно не исключено что когда дойдет дело до переговоров дойдет то будет условие русские фашисты уходят полностью территорию украины крым это украина но украинские войска уставом поддержим поддержим мы уходим в территории суверенно российской федерации сейчас но понимать как ситуация а почему скажет украинские войска на территории российской федерации воюет исключительно легион свободно россии и он свободно россии это независимый неподчиняющий ну как бы организация в которая хочет освободить россию от фашизма причем обращаю ваше внимание что поддержка колоссальность среди мирного населения это наступление мид до эвакуа кто с там убежал нет без это не бывает но те кто остались поддержит ну уже масса вы наверно видели массу фотографий и так далее украинские знамена на территории курской области да а что же хотели тут же понимать как ситуация старый пердун ночью может рассказывать фантазировать рассказывать как все его любят тыешь никто не любит а то обстоятельства что многие жители российской федерации хотели бы чтобы это была украина понимаете я понимаю что сейчас это скажет да нет это вы фантазируете нет это раз когда российская федерация развалится развалится но между прочим вот эти события они очень четко показывают что российская федерация такого сногли их на очень и сколько бы мне не рассказывали что кадыров любит путина не вот кадыров на сегодняшний момент вообще не подчиняется криминам где не берет мало большие деньги но как только что раз забрал своих войска и все и и никто ему пискнуть не может понимаете какая и почему я говорю что но нету власти нету хватит радеет что кремле нет кремль не решает вот он не может командовать чечне не может командовать ингрушетии да и станут плюс ко всему я вижу сейчас аналогичная ситуация башкорстане происходит сейчас татарстан еще добавится то есть идет ситуация когда крем теряет контроль да да вот это есть а как вы думали вот это есть по причине рюшту развал российской федерации и курска область там брянская какая еще воронежского изъявить желание войти в состав украины ну по большому счету да еще удивляйтесь я рюш на сегодняшний момент вот если действительно в россии можно было провести настоящий вопрос просто это нереально то 70-80 процентов жителей российской федерации выступили за то чтобы россия вошла в состав украины но за исключением может быть некоторых регионов действительно мусульманское население они конечно предложили мусульманский халифат о хорошая идея так и поделим россию часть заберем украину потом сделаем мусульманский халифат ну и кусочка дадим китай так и очень интересная позиция китая в результате событий нынешние могли то то есть очень интересная ну вот мне было интересно узнать но как то что сша поддержала это наступление понятно нато понятно европа понятно думать нечего мало того там же некоторые вот теперь все украине будут давать оружие плевать наоборот когда даже больше помните было себе вот сейчас путин выступал выступала речник по моему госдепартамента сша что ли и заявила никакой опасности мы не видим никакой ядерной по этой причине эти все разговоры отбросы мать я старый пердул пердеть ночью может сделать перед власти не обладает а вторых ситуация так вот мне было интересно ну я говорю сша европа тут понятно китай китай к оппозиции нужна эти что последнее время украинская власть начала дружить с китаем вот эти все наш министр странных дел потом пригласил место планируется визит товарища си в украину и там зеленский перевор это все и вот как китайцы ну потому что вот сейчас китай класс не и китайцы я специального ну понимаете вот у них есть такая синьхо газеточка и там ну как бы скажем такое официально москва феномену речник министерства стран дел китая официально заявляли абсолютно официально вот это дипломатия зашкаливает просто зашкаливает он поругал украину поругал поругал не потом естественно высказал что он всегда за дипломатический что в китае хочет мира это не тому чем но вспомнили уставу он территориальную целостность все вспомнили но в этом заявлении не было пол слова о том что надо защищать россию и даже украину а мы себе заберем в пекине по ну ладно пускай украина забирает в русскую область а мы себе заберем хабаровский край побольше да такая ситуация так что если кто там еще лежит жопу старому перду на владике путину лежите дальше вам все равно хана ну а украинцы подумайте как будем делить теперь россию по-честному по-честному ну и смотрим что дальше будет во всяком случае события развивается очень интересно там прошла новость что украинской войска практически подошли к курска атомной но и я точно не знаю сами не участвует почитай может подошли может не посмотрим во всяком случае да действительно это новая фаза войны помните он обещал зеленскую новую фазу но у вас когда украинские войска хотя и нет легион свободы россии то есть что же легион свободы россии ведут успешную наступательную операцию на территории фашистской россии за победу до свидания приветствую вас ну если вы смотрите мой канал значит что это зацикало то я предлагаю вам стать спонсором моего канала заходите на титульную страницу моего канала тисните кнопочку спонсорство и два пакета для спонсора дешевше не бывает и клуб экономичной мудрости дешевше не бывает это первое за все для тих спонсоров которые хотят поделитесь премьерный показ эксклюзивного видео поспілкуватись позадавайте запитания под час стрима и отримать ответы клуб экономичной мудрости ну это уже если вы хотите занимайтесь бизнесом и не разрешите инвестировать гроши не лише в украине а и за кордоном и как это сделать правильно чтобы был прибуток ну и податки правильно же платить ну и самое основное клуб экономичной мудрости это про экономику но настолько простыми словами что даже если вы не экономист это понимаете так что ставайте спонсором не пожалкуйте